Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала! Сегодня видео под таким названием «Как поднять уровень кислорода в крови и тканях, особенно при легочных болезнях». И сейчас я вам расскажу о кислородном голодании тканей, о симптомах, свидетельствующих о недостатке кислорода в тканях, о клеточном дыхании, о окислительных процессах, чем вам грозит низкий уровень кислорода, 5 правил профилактики дефицита кислорода и 3 варианта увеличения его содержания в крови и большего усвоения его тканями. Необходимые питательные вещества и иные меры. Подручные ваши помощники, мои подсказки и уникальный новый препарат «Синтезит Иммуноактив». Пару слов я скажу о нем, и это очень важная информация. Кислород – это основа жизни. 90% нашей энергии поступает к нам, по сути, из кислорода. Дыхание – это процесс, который изучают еще со школы. Я же сделал основополагающее видео по теме функционирования дыхательной системы организма и болезни органов дыхательной системы. Вот оно. А ссылочка будет под этим видео. Потому сейчас я не буду все пояснять, о чем уже говорил ранее, но скажу лишь о том, что кислород на нашей планете вырабатывается растениями в процессе фотосинтеза, и всем животным он нужен для клеточного дыхания, чтобы разорвать химические связи молекул пищи, такие как углеводы, белки, чтобы высвободить содержащуюся в них энергию. Есть, правда, альтернативный второй способ – это кетоз, а не гликолес. Об этом я говорил в своем видео про кетопитание. Итак, доставка кислорода к нашим клеткам и мышцам делает нас способными выполнять физическую работу, да и просто жить. Процесс насыщения крови кислородом называется сатурация. СПО2 – это показатель, который определяет количество кислорода, циркулирующего в кровотоке, и означает насыщение кислородом периферических капилляров, то есть маленьких кровеносных сосудов. Число СПО2 измеряется пульсоксиметром. Его можно купить как простой бытовой, так и медицинский. Он позволяет оценить, сколько кислорода переносит ваша кровь по сравнению с ее максимальной емкостью и понять, есть ли у вас дефицит кислорода в тканях. Кислород переносится от наших легких до конечной клетки потребителя гемоглобином. Транспортную функцию здесь выполняют форменные элементы крови – эритроциты. Итак, пульсоксиметрии измеряет количество кислорода, переносимого гемоглобином в крови, то есть насыщение кислородом, и выражается оно в процентах. Оценивается по стобальной шкале. Это простой и абсолютно безболезненный тест. И чем сильнее повреждены легкие, тем больше вероятность проблемы с потреблением кислорода тканями, то есть всеми клетками нашего организма, особенно клетками мозга и сердца. А значит, выше вероятность возникновения и обострения у кого не есть болезней этих и других органов и тканей. Пульсоксиметрию также можно использовать для определения степени поражения легких, в том числе при ковиде. И косвенно вы сами можете это сделать у себя дома, имея такой прибор. Цены на них сейчас довольно-таки невысокие. Но для более точного определения количества кислорода и углекислого газа в крови, их соотношений берут уже анализы крови. И тесты здесь бывают двух видов. Анализ газов артериальной крови – образец тогда берется с запястья. И анализ газов капиллярной крови – тогда образец берется из мочки уха. Если уровень кислорода резко уменьшается от нормы при заболевании COVID-19, при других вирусных и прочих инфекциях, при гиповентиляции легких, диффузных нарушениях, при анемии разного рода происхождения. Ну а процесс сатурации выглядит так. Насыщение крови кислородом происходит в альвеолах легких. Сначала человек делает вдох. Капилляры крови вокруг альвеол забирают газ. Кислород с другими газами воздуха транспортируется по организму с помощью артериальной крови по большому кругу кровообращения, насыщая кислородом все ткани и клетки организма. Далее венозная кровь из тканей, бедная кислорода, возвращается к альвеолам легких по малому кругу кровообращения, и цикл повторяется. В идеальном варианте гемоглобин захватывает по 4 молекулы кислорода, но не всегда, и тогда это может говорить о каких-то проблемах, болезнях крови. Норма насыщения кислородом крови не может быть стопроцентная. Оптимальный показатель 95-99%. Но он значительно ниже у людей с заболеваниями дыхательной системы, анемиями, патологиями сердца и кровеносных сосудов. Проблемы всегда появляются у жителей загрязненных районов, городов, у людей, работающих на химических производствах, живущих около шоссе, с окнами, у кого они выходят на шоссе, и курильщиков. Человек вроде бы привыкает к постоянно неполноценной жизни и к своему полувялому состоянию, хотя все можно поправить, пока человек жив и не очень сильно болен чем-то трудноизлечимым. Когда уровень сатурации падает ниже 90%, появляется одышка. Это уже очень плохо. И тогда нужны срочные меры. Не допускайте до этого. Если есть одышка, то сразу увеличивается нагрузка на сердце. И она постоянная, круглосуточная. Увеличивается нагрузка на легкие, на кровеносные сосуды. И человек плохо себя чувствует. Тогда необходимо обратиться за помощью к врачу. По крайней мере исследовать проблему. Понять причины, приводящие к низкой сатурации. И убрать эти вредные факторы. Обязательно посмотрите те лекции, которые я вам рекомендую. И они будут по ссылке по кровеносной системе, по сосудам, по крови. Ну а что же необходимо делать вообще всем людям? А особенно тем, у кого уже есть недостаток кислорода. Пять правил. Первое. Нужен свежий, в идеале лесной воздух. Он необходим для решения основных проблем недостатка кислорода любому человеку. Человеку, имеющему низкий уровень кислорода в крови, категорически запрещается находиться в закрытом душном помещении. Таким людям маски, конечно, очень вредны. Тем более при нынешней экологической обстановке мегаполисов. Людям необходимо больше гулять на свежем воздухе. Самые полезные деревья в лесах и парках для прогулок – это можжевеловые, конечно же, кедровые и грабовые леса. Если такой возможности нет, то, конечно, есть и другие, иные меры о них далее. Второе правило. Регулярно проветривать комнату. Обязательно перед сном или вообще ночью держать форточку открытой. Больше времени находиться на балконе, на лоджии, если, конечно, они выходят не на шоссе. И не покрыты черной копотью, тогда ведь и легкие ваши этой копотью будут покрыты со всеми вытекающими последствиями. Знайте, что именно вдоль дорог, шоссе, городов – самый высокий процент раковых больных. Третье правило. Температура воздуха. Нельзя находиться в жарких комнатах. Оптимальный диапазон 17-21 градус. Влажность не менее 45, но не более 60-65%. В этом смысле я рекомендую приобрести специальный прибор-измеритель термогигрометр. И, если надо, увлажнитель, либо, наоборот, осушитель воздуха в зависимости от влажности помещений. Четвертое правило. Надо избавиться от пыли. Конечно, есть специальные фильтры и очень хорошие. Но вообще нужно убираться постоянно, влажную уборку делать. Желательно скрутить и куда-нибудь положить подальше все половики, ковры, если у кого-то они есть. В общем, пылесборники. Тогда будет легче и быстрее протирать тряпкой пустые и гладкие поверхности. А влажная уборка даже для большой квартиры или дома не займет более получаса. Убирайте лишние предметы со столов, тумбочек, кровати, всякие мягкие игрушки. Упаковывайте их подальше, убирайте на антресоли. Чаще стирайте тюли, пледы, одеяло, подушки и тому подобное. Или пользуйтесь, у кого, конечно, есть такая возможность, вот этим уникальным пылесосом, который даже с глубины 10-15 см из всех мягких изделий, например, матрасов, убирает пыль вплоть до размеров 0,01 микрона, до размеров бактерий и даже вирусов. Кому интересно, ссылка будет в описании. Пятое правило. Надо убирать из жилища предметы и материалы, которые выделяют в воздух ядовитые вещества. Это формальдегид, диоксид, фенол, хлор. Это и линолеумы, и дешевые ламинаты, ОСБ, МДФ и тому подобное. В идеале, конечно, надо заменить и пластиковые окна на деревянные. Ну и тем, кто подвержен кислородному голоданию, тем, у кого были или кто подвержен риску инфарктов и инсультов, при себе, у себя дома стоит иметь баллоны с кислородом. Они сейчас продаются, они легкие и уже идут с удобными силиконовыми масками. Это может сердечникам и легочникам при определенных обстоятельствах даже спасти жизнь. Ну и не только. Например, когда горят леса, людям, у кого есть астма, аллергия и так далее, стоит иметь такие баллоны дома. Ну а теперь, как повысить содержание кислорода в тканях во всех клетках нашего организма разными, лучше, конечно, комплексными мерами. Хотя, впрочем, выбирайте сами. Я же вам скажу, как в идеале надо сделать. Общее правило по воде. Дорогие друзья, пейте воду в достаточном количестве. Полтора-два литра в день. В жаркую погоду. Когда вы много потеете, занимаетесь большим физическим трудом, больше. Пейте только воду. Ну, кроме напаров определенных трав, если это необходимо. Только тогда кровь будет разжижаться, вернее, приходить в свое нормальное, агрегатное в этом смысле состояние. Посмотрите вот это мое видео. Густая, вязкая, жирная кровь. Проследите за всей логистикой данных процессов. Ну и так, три возможности повысить уровень кислорода и усвоение кислорода тканями и клетками нашего организма. Первый вариант. Пить водородную воду. Сразу скажу, что речь идет не про отрицательный ОВП, а про другое свойство. Другой фактор воды. Наличие в нем избыточного количества водорода. Вот это мое видео непременно потом посмотрите, чтобы вы поняли, о чем речь. Кто еще не знает. А я вам вот что сейчас еще раз поясню. То, что уже много раз говорил, абсолютно достоверный научный факт. Уже давным-давно делались эксперименты, когда крыс, мышей сажали под стеклянный колпак, и они через определенное время начинали задыхаться от дефицита кислорода. Но когда им под колпак закачивали, внимание, не кислород, а водород, они опять становились на время активными. И дело вот в чем. В присутствии в воздухе большего количества водорода, чем обычно содержится в нем, кислород усваивается лучше и в большем количестве. И того остаточного кислорода, низкого уровня которого в обычной ситуации крысам не хватало, становилось достаточным в присутствии большего количества водорода. Помимо этого, и водород, и свободные электроны, которые генерируют такие приборы, являются мощнейшими антиоксидантами, делают кровь более текучей. И она потому доносит легче кислород до каждой клетки и питательные вещества. Там есть и много других особых преимуществ. И тут есть два варианта. Это либо водородный генератор-прибор для дыхания, он, конечно, довольно-таки дорог, и не каждый себе может его позволить, если мы говорим о безопасных, качественных приборах, и персональный генератор водорода и свободных электронов для воды. Но, внимание, безопасность использования тут стоит на первом месте. И дешевые приборы предельно опасны для здоровья по совершенно объективным причинам, о которых я много раз тоже говорил, твердил буквально в своих видео по воде. Хотя бы вот это видео посмотрите, еще раз говорю. И покупайте эти приборы, если вы сочтете это нужным, тогда уж у меня, будучи полностью уверенными в том, что они эффективны и, главное, безопасны в своем использовании для вашего здоровья. Ссылки на эти приборы будут в описании вот под этим видео. Второй способ. Нужно убрать гипокапнию. Привести количество углекислого газа в крови в должное для физиологии организма состояние. Дело в том, что при низком содержании в крови углекислого газа, ниже 6% от общего количества растворимых газов в крови, происходит и сужение просвета сосудов за счет спазмирования гладкой мускулатуры артерии, и уменьшение усвоения кислорода тканями. Этот факт, который давным-давно, еще в советские времена, доказал академик Агаджанян и другие ученые космической медицины. Я же об этом говорил уже много лет. Например, вот в этом моем видео гипертония часть 2, можете ее посмотреть. Что же делать? Изучить данный вопрос. У меня есть, во-первых, это видео, о котором я только что сказал, и во-вторых, недавняя гипертония, как безопасно снизить повышенное артериальное давление. Кто-то скажет, но ведь именно углекислый газ и есть продукт клеточного дыхания, то есть отработка, и он не нужен, он вреден, нет, он нужен. И тут главный вопрос стабильности концентрации и соотношения его с другими газами в крови. Этот фактор совместно с применением водородной технологии приблизит вас к 100% КПД по получению и усвоению кислорода тканями от возможного. И здесь нужна либо дыхательная методика по системе доктора Бутенко, или по системе Стрельниковой, но тут вам потребуется сила воли, конечно же, или использовать аппарат Самоздрав Премиум с двумя пропускными клапанами, но только не полиэтиленовых пакетиков, так как тогда вы не сможете просто регулировать количество углекислого газа в крови на уровне идеала, то есть 6,5%, что позволяет сделать прибор Самоздрав, когда люди через него просто дышат. Подробное описание дано в брошюре к этому прибору. Ссылки на все это будут в описании под этим видео. Разберитесь в этом вопросе. И помните, что при уровне СПО2 ниже 90% повышается риск развития гипоксии, то есть дефицита кислорода в тканях, что в свою очередь приводит, обязательно рано или поздно приводит, к очень серьезным, порой непоправимым проблемам со здоровьем. Кстати, это состояние гипоксии характерно в том числе для больных коронавирусной инфекцией, а умирают люди, которые умирают от коронавируса, именно от дефицита кислорода в клетках, в тканях, из-за разрушения альвеол легких, потому что вирус поражает именно вот сами альвеолы. Ну и тут, соответственно, отказывает либо сердце, либо головной мозг, что и происходит при серьезной гипоксии рано или поздно. Ну а третий способ увеличить содержание кислорода, а главное усвоение его тканями, это препарат Синтезит, а именно Синтезит Иммуноактив. Проводились эксперименты, которые вы легко сами сможете проверить на себе и убедиться, имея прибор-пульсоксиметр. До приема Синтезита, если даже уровень кислорода у человека высокий, 98%, то через 15 минут после приема Синтезита, если произвести повторное измерение прибором-пульсоксиметром, показатель будет 100% содержания кислорода. То есть, благодаря данному препарату удается достигнуть практически полного насыщения 100% возможного кислородом крови, а значит, и передача его тканям. Хочу подчеркнуть, что каждый процент, то есть 96 или 97, 97 или 98, имеет колоссальное значение, потому что усвоение кислорода тканями не прямое линейное, там идет совершенно другая зависимость. Это практически как СПАЖ, когда 1,1 увеличивает кислотность или щелочность в 10 раз. Имейте это в виду. Я сделаю отдельное видео о Синтезите, но пару слов вам сейчас скажу. Я решил продавать этот продукт Синтезит Иммуноактив, но только именно этот новый препарат, а не старый, первый, и вот почему. Главное, почему я в свое время первым не хотел заниматься обычным Синтезит железа, по причине того, что в основе обычного Синтезита были капсулы из желатина, что для меня поэтическим причинам неприемлемо. А новые, по моей рекомендации, стали делать из целлюлозы. Вторая причина. В первом, старом препарате было заполнение крахмалом, а в новом Иммуноактиве вместо крахмала теперь порошок водоросли Фукус. Есть причины и другие. А что же такое Синтезит Иммуноактив? Ведь многие из вас наверняка не слышали об этом. Это уникальная биоактивная форма железа. Это цитрат железа, но в особой форме. По сути, в основе продукта находится такая инновационная форма биоактивного железа. Она производится в результате многоступенчатых комплексных воздействий электрохимических и высокотемпературных реакций на негемовое сырье минерального происхождения. То есть, это продукт и не животного, и не растительного происхождения. Это результаты очень многолетних, серьезных научных исследований, испытаний, в сотрудничестве с выдающимися учеными современности. Данный препарат сейчас производится в России и Швейцарии. Итак, в результате на выходе мы имеем новый элемент, минерал, с отличным от обычного изотопным составом. Подробнее с описанием и с перечнем биологических свойств Синтезита, которые были выявлены в 2019, 2020 и 2021 году, вы можете посмотреть по ссылке, которая будет в описании, вот под этим видео, которое вы сейчас смотрите. Я только лишь сейчас скажу три самых главных, хотя их более десяти. Первое. Это насыщение кислородом крови и тканей нашего организма, что является спасением для многих людей, многих больных. Это увеличение более чем в два раза количества здоровых стволовых клеток, а значит регенерации клеток и тканей всех, включая суставы, хрящи, костную ткань. И это было выявлено институтом приматологии, полностью доказано научно. Это и мощные противовоспалительные возможности препарата, и в том числе в борьбе с онкологией, вместе, конечно, с комплексным лечением, безусловно. Применяя Синтезит, вы быстро заметите, как стали реже и медленнее дышать. Значит, КПД усвоения кислорода тканями у вас увеличилось. В общем, смотрите описание под этим видео. Купить этот неподдельный новый Синтезит вы можете на нашем сайте nadgard.ru, ссылка в описании. Дополнительно я рекомендую принимать витамин С. Вот это мое видео, изучите нюансы. Хлорофилл. Есть как можно больше зелени. Очень рекомендую дикоросы. У меня даже на канале есть целый плейлист на тему дикорастущей зелени. И в любом случае, надо обязательно очистить и укрепить сосуды наши кровеносные для лучшего донесения ими крови и для газообмена с тканями. Вот моя лекция, как очистить сосуды. Но если у человека есть выраженная анемия, если уровень гемоглобина ниже 100 единиц, то, конечно, и к питанию надо подключить, и продукты, содержащие железо, и препараты. Только помните, что эти препараты должны быть усвояемые и, главное, безопасные. А таких препаратов мало. По сути, лучший из них – это моя кровь полностью из растительного сырья и вот этот препарат Синтезит. И обязательно пройдите антипаразитарный курс, если у кого-то есть анемия непременно, так как наличие паразитов почти всегда приводит к анемиям. То есть, анемии практически всегда говорят о наличии тех или иных паразитов в организме. Ну или простейших типа лямблей. Длительные гипоксии всегда ведут к осложнениям разного рода. Человек уже не может вести полноценную жизнь, он чувствует слабость, упадок сил. Появляются проблемы со сном, и это только начальные симптомы. А вот чем грозит низкий уровень кислорода? Это инфаркт, либо инсульт по ишемическому типу. Это плохая память, плохое соображение, низкая работоспособность. Это развитие слабоумия. Это гипотония, то есть пониженное артериальное давление. Это отек легких. Это судороги. И в тяжелых случаях, возможно, коматозное состояние и летальный исход, что и происходит при осложнении от поражения коронавирусами и иными инфекциями, поражающими легкие. Конечно, этого нельзя допускать. Но каждый человек может себе помочь. Для этого нужно убрать вредные привычки, ввести в обиход в рацион полезные, учесть то, что я уже сказал выше. Ну и напоследок, вот вам симптомы, которые свидетельствуют о том, что требуется насыщение кровекислородом дома, либо необходимо обращение в клинику. И, безусловно, требуется исследование и, по крайней мере, проверить уровень кислорода в крови необходимым. Вялость и сонливость, головные боли, головокружение, шум в ушах, снижение когнитивных функций, памяти, способности ясно мыслить, расстройство координации движений, тошнота и рвота, заторможенность, ощущение тяжести в груди, судороги, обмороки. Дорогие друзья, ну вот я вам и рассказал все самое главное, что нужно знать о кислороде, ответил на все поставленные вопросы, пояснил, что же нужно учесть и что нужно делать, дал полезные советы от самых простых бытовых, которые каждый человек у себя дома делать может, что называется, предупрежден, вооружен, ну и до тех мер, которые, конечно, являются самыми прогрессивными, самыми эффективными. Теперь у вас есть выбор, главное, у вас есть знания, применяйте эти знания. Понравилось вам мое данное видео? Вы его считаете очень важным и полезным? Напишите под этим видео об этом, дайте мне свою обратную связь. Обязательно поделитесь ссылкой на данное видео с вашими друзьями, коллегами, товарищами. Помогите распространить мне данное видео. Пусть это будет вашей благодарностью мне за мой труд и время, которое я трачу на создание данных видео. Все честно и справедливо, это важно, я не просто так это делаю. Ну а на этом все, я желаю всем хорошим, честным и порядочным людям крепкого здоровья, увидимся в новых видео, до свидания.